Первый день приема документов. Абитуриенты выстроились в очередь уже в 8 утра. К 12 дня в Алтайский госуниверситет поступило больше 40 заявлений. В этом году АГУ – лидер в регионе среди вузов по количеству бюджетных мест. Их почти 3000. Больше всего в бакалавриате – химия, химическая технология, биология, прикладная математика и информатика. Многие подают документы онлайн через личный кабинет на сайте вуза или через госуслуги, что удобно для жителей отдаленных районов. Поскольку в этом году еще минимальная статистика, прошло всего несколько часов приема, в прошлом году к нам подали документы абитуриенты из 70 субъектов Российской Федерации. И это начиная от Крыма и заканчивая районами Крайнего Севера. Кроме того, у нас традиционно достаточно большой процент претендентов из стран ближнего и дальнего зарубежья. Ну, порядка 20 стран у нас обычно, 20-25 стран. А в Политехе за два часа полсотни заявлений. В этом году в вузе впервые выделили бюджетные места на направление биотехнологии и техносферная безопасность. Традиционно самое большое количество бюджетных мест на факультете информационных технологий в Институте биотехнологии, пищевой и химической инженерии. А всего в этом году бесплатно поступить в университет смогут около двух тысяч человек. Есть новинки, которые характерны для любого университета. В принципе, для приемной кампании 2023 года это приоритетное зачисление. То есть теперь абитуриент, приходя в приемную комиссию, может расставить направление в порядке приоритета, и он будет зачислен в зависимости от своих пожеланий. Есть и еще одно уточнение для абитуриентов этого года. Что важно, я хочу обратиться к абитуриентам, которые планируют поступать на заочную форму обучения. В этом году набор ведется одновременно на очную и заочную форму, поэтому все студенты будут зачислены до 1 сентября, и поэтому заочникам, тот, кто планирует поступать на заочную форму, нужно поторопиться и принести документы до 14 июля, чтобы успеть сдать внутренние испытания. Те же правила действуют и в Алтайском государственном педагогическом университете. Всех студентов должны зачислить до 1 сентября, а не до 1 октября, как это было раньше. В этом году в ВУЗу выделили порядка полутора тысяч бюджетных мест. Среди поступающих популярны направления психологии и педагогики, а также физической культуры и спорта. Наша приемная комиссия начала работать с 1 апреля. Уже более 300 человек нам подали документы. Это магистратура, выпускники прошлых лет, и бакалавриат – это тоже выпускники прошлых лет. Есть люди из других регионов, есть люди из других государств. У нас очень активно в этом году подают Таджикистан. У нас уже порядка 30 заявлений в магистратуру именно от граждан Республики Таджикистана. Активно в этом году подают Казахстан. Это те страны, которые к нам пока очень активно идут. Во всех трех ВУЗах приемная комиссия будет работать больше месяца. Ажиотаж начнется на следующей неделе, ведь далеко не все студенты получили аттестаты. Например, сегодня кто-то еще сдавал ЕГЭ по информатике. Ирина Корчагина, День с толком.